Хумаш Бамидбар И говорил Амирьям с Аароном о Муше по поводу темнокожей жены, которую он взял, ибо темнокожую он взял себе в жены. Они сказали, разве только с Муше говорит Бог? Разве он не говорит так же и с нами? И услышал это Бог. А этот человек Муше был скромнейшим из всех людей, что на земле, и сказал Бог внезапно Муше Аарона и Амирьям, «Выйдите все трое к шатру собрания». И все трое вышли. И сошел Бог в облачном столпе и стал у входа в шатер. Он позвал Аарона и Амирьяму, и вышли оба. И сказал он, послушайте-ка мои слова. Если будет у вас пророк, то я, Бог, открываюсь ему в видении, говорю с ним во сне. Не таков мой раб Муше. Он доверенный во всем моем доме. Лицом к лицу я говорю с ним ясно, а не загадками. И он видит образ Бога. Как же вы не боялись говорить против моего раба, против Муше? Вот такой очень непростой отрывок. Прежде всего, совершенно неясно, что за темнокожая жена. И говорила Мирьян с Аароном, то есть Мирьян и Аароном говорили о Муше, по поводу темнокожей жены, которую он взял. Повторе нигде не сказано до сих пор о какой-то темнокожей жене. Речь шла, была упомянута жена Муше Цепо. Что мы скажем, что сейчас он взял себе вторую жену, темнокожую. И почему тогда тот факт… Ну, а предположим, даже так. Предположим, он взял себе вторую жену. Почему тот факт, что он взял себе вторую жену, вызывает неодобрение, мягко говоря, неодобрение его старших брата и сестры? А это же только он пророк, а мы тоже пророки. Ну и что, что мы тоже пророки? Получается вроде так. Он пророк, он позволил себе темнокожую, как сегодня бы сказали политкорректно, афроамериканскую жену. А что мы? А мы тоже пророки. А мы что, не можем, что ли? Как-то все понять, что здесь происходит. Комментаторы отклоняются к тому, что никакой здесь новой жены не появилось. И речь здесь идет о той же самой жене Муше, на которой он уже много-много лет уже. Цепор. И Бнезра говорит, а почему же Цепора названа здесь? Кушит. В оригинале сказано слово Кушит. Словом Куш Тора обозначает обычную Эфиопию, Сомали, Африканский рок, вот эти вот места. Почему же она названа здесь темнокожей? И говорит, что Бнезра, ну так она же была меденитянка. Меденитяне, они живут в пустынях. И он описывает приблизительно, как выглядят сегодня жилища бедуинов в пустыне, черные из козьих шкур шатры, и там живут люди, которые под постоянным солнцем, поэтому они очень смуглые. И не чернокожие, они просто очень смуглые. Вот поэтому и названа здесь она Кушит, то есть темнокожие. Но пока тогда не ясно, а снова почему, почему тот факт? Почему здесь тогда есть о чем говорить? Ну хорошо, Муше женат, женат уже давно. Взял он себе жену меденитянку, которая очень смуглая, темная кожа. Так почему эта тема для разговора? И каким образом понять окончание? Разве только с Муше говорит Бог? Разве он не говорит так же с нами? Раши тоже соглашается, что речь идет уже о единственной жене Муше, о цепоре, но только объясняет по-другому, почему Тора здесь называет ее темнокожей. Говорит Раши так. По поводу темнокожей жены это выражение означает, что ее все считали красавицей. То есть слово темнокожая здесь – это метафора. Речь идет о красавице-жене. И почему тогда красавица-жена называется темнокожей? Есть другие способы. В Руси называлась красно-девица. Слово красивое обозначалось словом близким. Красному цвету. Почему темнокожая? Поскольку все считали ее красавицей, и это было столь же очевидно, как то, что у негра темная кожа. Вот почему она здесь названа темнокожей. То есть по поводу жены красавицы, и красавицы такой бесспорной красавицы, красота, которая столь же бесспорна, сколь бесспорная чернота цвета кожи у негра. Ну, опять же, хорошо. И так они заговорили о жене Муше. По поводу, они говорят о Муше, точнее, по поводу его жены. О чем есть говорить? О том, что его жена красавица, почему эта тема для разговора. Объясняет Раши, что дело здесь не в том, что он взял себе эту жену-красавицу, которая красива, чья красота бесспорна, как чернокожесть негра. Речь идет о том, что он от нее отошел. По поводу жены, не о том, что он ее взял, а о том, что он расстался с ней. Почему Муше расстался со своей женой. То есть темнокожую взял он в жены, а теперь отстранился от нее. Значит, два вопроса. Во-первых, почему он вдруг отстранился от своей жены? Второе, каким образом эта тема становится, эта интимная тема становится темой разговора Муше и Арона. Арона и Мирьям, простите. Почему они об этом осуждают? Да и вообще, откуда им знать подобные вещи? Это же не тема для разговора. Раши поясняет нам так. Откуда же знала Мирьям? Что Муше отстранился от своей жены. И в этом-то, собственно говоря, был смысл ее обвинительных речей. То есть то, что она заговорила с Аароном, это о том, что Муше делает с ее точки зрения непозволительные вещи, а именно то, что он отстранился от своей жены. Вот за что была критика. Ну, а откуда она это знала? Напоминаем содержание предыдущей главы. Когда Муше пожаловался Всевышнему, что у него нет силы, нет возможности одному нести бремя управления народом. И Всевышний приказал ему набрать совет 70 старейшин, которые будут помогать ему, которому он должен делегировать определенные полномочия. и не только должен был делегировать им полномочия, но и Всевышний перенесет дух пророческий, который снисходит нам уши, перенесет его на этих 70 старейших. Эманация пророческого духа на избранных членов Совета Старейшин. И вот произошло так, что из 70 выбранных, которые должны были собраться к соборному шатру, и там должна была произойти вот это вот их приобщение к пророчеству, двое не вышли по скромности. Но поскольку пророческий дух на них снизошел, то они стали пророчествовать. Кроме того, пророчествовать, говорить вещи совершенно неожиданные и сбудоражившие людей. И поэтому тут же побежали люди к Моше и сообщили, что эти два старца Эльдаду Мейдад пророчествуют в Стане. Скандал. В этот самый момент, когда об этом громко сообщили, что Эльдаду Мейдад пророчествуют в Стане, женщины, а именно Ципора, жена Муше, и Мирьям, его сестра, стояли рядом друг с другом. И Мирьям услышала, как Ципора вздохнула и сказала, бедные, бедные жены этих самых Эльдада у Мейдада. Теперь их мужья их отстранятся от них так же, как мой муж отстранился от меня. Вот отсюда Мирьям поняла, что произошло. Что мужья, будучи пророком, и будучи в состоянии, в котором он в любую минуту мог получать пророческое видение, счел этой несовместимым супружеской жизнью. Ибо подобное, подобный контакт со Всевышним требует ритуальной чистоты, а супружеская близость требует очищения человека для того, чтобы он возвратился после нее к состоянию этой ритуальной чистоты. Не получается. технически очень трудно очевидно считал Муше, и поэтому он попросту прекратил супружескую близость со своей женой. Вот что поняла Мирьям. И отсюда так узнала Мирьям, и она рассказала об этом Арун. И отсюда понятно продолжение. Разве только с Муше говорит Бог? А он что единственный пророк на свете? Разве он не говорил так же и с нами? А мы что не пророки? Может быть мы тоже прекратили семейную жизнь? Может быть Арун развелся со своей женой? Или Мирьям ушла от своего мужа? Нет? Можно сочетать. Тогда почему Муше позволяет себе подобную вещь? Бросить свою жену из-за его пророчества? Вот в чем состояла беседа Муше и Аруна. Извиняюсь Мирьям и Аруна. Подчеркнем. Арун об этом не знал ничего. Ему сообщила об этом Мирьям. Она услышала вздох цепора жены Муше и она рассказала об этом Аруну. Говорят наши мудрецы. Тем самым она нарушила запрет флашон Ара. Запрет флашон Ара или злословие накладывается на передачу любой информации которая порочит другого человека. И даже если человеком здесь руководят может быть не самые плохие намерения и даже если этот человек близок к тому кого начерняет подобно тому как Мирьям была близка к Муше это ее брат. Более того не просто брат а ей именно ей он обязан своим спасением в Египте. Когда стражи фараона могли бы утопить его в реке если бы не те действия которые сделала Мирьям благодаря чему корзина с младенцем Муше попала к дочери фараона. И все равно вместе с тем это было здесь нарушение и дальше рассказывается наказание которое постигло ее. И так заканчивает Раши уже съешь ли Мирьям не желавший опорочить его. Все то что она говорила это только она говорила в защиту цепоры жены Муши. И если Мирьям не желавший опорочить его была наказана так сурово то каждый следует каждый должен сделать вывод уж тем более опорочище ближнего своего преднамеренно когда он попросту хочет очернить его облить его грязью понесет конечно суровые наказания. Вот интрига теперь обозначилась. Претензия Мирьям и Аарона Муше ведет себя недолжным образом. Та причина по которой он бросил свою жену не оправдывает его поступки. Ну и что с того что он пророк мы тоже пророки никто из нас семейную жизнь не нарушил. Мужи об этом не знают говорят за его спиной но в спор вмешивается сам Творец который говорит какова здесь роль Муше а этот человек Муше был скромнейшим из всех людей что на земле и сказал Бог внезапно Муше Аарону и Мирьям выйдите все трое к шатру собрания и все твое вышли и сошел Бог в облачном толпе и стал у входа в шатюр и он позвал Аарона и Мирьям и вышли оба и сказал он им послушайте мои слова то есть он не отчитал их в тот момент когда все стояли втроем вместе с Муше у входа в шатюр нет он вызвал их подальше может быть сначала в чем здесь была идея почему вдруг он их вызвал их к шатру если Всевышний вызвал их к шатру переведем это на человеческий язык это значит здесь началось пророчество пророчество это иногда путают слово пророчество имеет дополнительное значение под пророчеством понимают очень часто еще и прорицание будущего но суть пророчества совсем другая прорицание будущего оно возможно пророк это побочный эффект пророчества пророк помимо всего того что он есть пророк побочный эффект того что он может знать и будущее А может и не знать Если ему покажут, будет знать, не покажут, не будет знать А суть этого явления Это близкий контакт Человека с Богом Так если Всевышний обращается сейчас К Аарону и Мирям Иными словами, он включает этот контакт Происходит пророчество Говорит, Раши, произошло это, причем внезапно И сказал Бог внезапно Муж и Аарону и Мирям Без подготовки Не сообщив, что в 15 часов 38 минут состоится пророчский сеанс Внезапно, вдруг То есть он открылся им внезапно Когда они были нечисты Из-за супружеской близости, оба они И Аарон, и Мирям И они закачали воды, воды Им срочно нужно окунуться в Микву Поди найди Микву в Синайской пустыне Так он показал им То есть это был им Предметный урок На практике, не теоретически Что происходит с человеком, который Имеет Частый контакт со Всевышним И вместе с тем Он продолжает жизнь супружеской жизнью Это ставит его в сложную ситуацию Так он показал им, что Муше поступил правильно Здесь было объяснение И оправдание Поступка Муше Он поступил правильно, отстранившись от жены Потому что шхина являлась ему во всякое время Здесь уже начинается ответ на их претензию А что мы не пророки И мы как-то можем осуществлять Супружеские связи Будучи пророками Да, конечно Когда пророческое видение приходит раз в год по обещанию Тогда, конечно Но человек, подобный Муше Который Мушкина являлась во всякое время Без предупреждения И часто, может быть, по нескольку раз в день И не было определенного времени для откровения Такой человек Вынужден ограничить себя в супружеской близости И вот все трое выходят к шатру И тогда следует еще один указ И позвал он Арон и Мирьям И вышли оба Муше остался Входа в шатер А этих двух Подойдите поближе Почему? Почему он их отделил сейчас от Муши? Я говорю, Раши Поскольку он собирается их сейчас отчитать И отчитать их, указав На то, что негоже им сравнивать себя с Муши Он стоит на ступени много выше, чем их ступени Поэтому не могут они сравнивать И говорить, если мы можем, то и он в состоянии Поэтому этим и объясняется то, что их отделили от Муши Словами Раши Почему он позвал их, тем самым отделив от Муши? Потому что хвалить человека в его присутствии Можно говоря только о части его достоинства Не следует хвалить другим людям человека в его присутствии Полностью расхваливая его все его достоинства То есть частично можно его похвалить Но здесь Всевышний собирается раскрыть действительно Кто такой Муши И какова ступень его пророчества Это делать при нем не следует Ибо о всех его заслугах следует говорить только в его отсутствии Это одно объяснение Другое объяснение Чтобы Муши не слышал прица не обращенного к Арону А Арон старший брат И которого Муши обязан почитать Это почитание и уважение старшего брата Подобное в какой-то степени Почитанию, которое человек обязан оказывать своему отцу Поэтому не следует Муши, не пристало И не гоже ему слышать, как Арон получает выговор Ну а сейчас Что же именно объяснил здесь Всевышний Почему они не могут Мирьям и Арон Не могут проводить параллели между собой И говорить, что если мы можем позволить себе Сохранять семью, будучи пророками То ему же это может сделать Есть большая разница Разница эта высказана следующими словами Ну, нужно заранее сказать Что этот вопрос серьезный Настолько серьезный Что Рамбом, формулируя Тринадцать принципов веры В качестве седьмого Указывает Я верю Полной верой То есть я абсолютно убежден В том, что пророчество Муше Робейну было истинным И что он был главой пророков Предшествующих и последующих Помимо того Предыдущий принцип Что человек Это необходимость веры В само явление пророчества Что есть пророчество То есть контактирует с людьми С отдельными Помимо этого Это еще один из принципов веры Знать Что Муше он глава Всех пророков То есть ни один пророк Не может сравниться с ним По ступени его пророчества Тринадцать Принципов веры Это не просто так вообще Знания, которые вообще-то Хорошо бы знать Человек, который не верит В один из тринадцати принципов веры Которые сформулировал Рамбом Согласно тому, что Рамбом написал Он считается вероотступником Настолько, что Он теряет статус Члена Дома Израиля Он Трезвый на ломоте Понятно, что туда входит Вера в Бога Вера в Тору Которая дана Богом Вера в то, что Всевышний Управляет миром В то, что Он воздает За поступки Основы веры И пророчество Самому тоже понятно Потому что если нет пророчества То нет В Торы Но Еще не менее важно Один из принципов Это знать Не путать То есть человек, который думает Что Муше, конечно, был пророком Да, конечно Но таким же, как все Как Ишаял Как Иеремиял Такой человек вероотступник Почему это так бывает Очевидно, нужно сказать Что поскольку через Муше Пришла к нам Тора То Само отличие Торы От всех остальных пророчеств И от всех книг Которые были написаны Под воздействием пророческого духа Оно и требует Понимания того, что пророчество Муше Это явление По природе своей Имеющее нечто общее Со сатальными пророчествами Но стоящее на порядок выше Так вот В чем же это различие? Всевышний сам его сформулировал Правда, как обычно, придется нам это Еще и объяснять Краткую эту формулировку В письменной Торе Что же он говорит о Арону и Мирьям? Послушайте-ка мои слова Если будет у вас пророк То я, Бог, открываюсь Ему в видении Говорю с Ним во сне Не таков раб мой муж Он доверенный во всем Моем доме То есть, если я понимаю попросту Что со всеми вами Всевышний говорит Я с пророками, с другими Я говорю о вас Когда вы спите Во сне Но с Муше Этот контакт происходит Лицом к лицу я говорю с Ним То есть, этот контакт Лицом к лицу Не через посредников Ясно, а не загадками То есть, если вам Пророчество приходит Загадками, иными словами Завернутое в метафоры Которое еще нужно Разъяснять и разгадывать То к нему информация Приходит Без загадок Напрямую Ясно И он видит образ Бога Как же вы могли Как же вы не боялись Говорить против моего раба Против муши Для того, чтобы Разъяснить как следует Все вот эти вот Различия И прочитаем Отрывочек Из Это пятая глава Третьей части Книги Дереха Шем Рамхаля В которой Всю эту главу Он и называет О разнице Между всеми пророками И Муше Рабейм То есть, он посвятил В этой маленькой Очень лаконичной Книжечке Он посвятил Целую главу Этому вопросу Пояснению тех Двух-трех стихов Которые мы сейчас Прочитали Пишет Рамхаля Вообще говоря Пророчества Можно разделить На два уровня То есть, все-все-все Возможные случаи Пророчества Разделяются на Две группы Первая группа Большая Это уровень Всех пророков За исключением Муши Рабейм А вторая группа Это уровень Муши Рабейм И Творец сам Привел Различия между ними Это не Мы Решили Об этой классификации А это Сам Всевышний Произвел Различия между ними И объяснил Если будет у вас Пророк То я Бог В видении Открываюсь Ему Говорю с ним Во сне Не так Мой раб Муши Доверенный он Во всем Моем доме То есть Стих из Нашей главы Пророчество Всех пророков Кроме Муши Происходит в видении И во сне Как написано В видении Я откроюсь ему Говорю с ним Во сне То есть Всевышний Использует сон Уже Заложенный В природу Человека В качестве Средства Передачи Пророчества Сон Заложенный В природу Человека На первый взгляд Всевышний Специально Заложил Сон В природу Человека На первый взгляд Сон Вполне Естественная Функция Человеческого Организма Но на самом Деле Многие Специалисты Физиологи С большим Трудом Могут Объяснить Почему мы Спим И для чего Мы спим Для чего Как же так Отдыхать надо Да Но на самом деле Отдыхать можно И без сна Ведь достаточно того Что человеческий организм Будет работать В ритме Работа Работа Отдых Работа 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 Не нужно сна Ведь К примеру Наше сердце Сердце у нас работает И во сне тоже Почему оно не устает На протяжении десятков лет Потому что Таков ритм его работы Оно успевает За Таким образом Устроена его работа Что он успевает отдыхать Между сжатиями В принципе Это может быть Отнесено Ко всему остальному Организму Зачем же нужен сон Не очень ясно С другой стороны Совершенно Это физиологи Агра Вильевский Гаон Раби Ильяу Тоже Со своей стороны Мучился вопросом Зачем человеку сон Только у него Этот вопрос был Не физиологический Сон ему мешал Он хотел Как можно больше времени Посвятить занятиям А Организм требовал свое Приходилось засыпать И этих часов Который Тратил на сон Он совсем немного часов Но этих часов Ему тоже было жалко Тоже не мог понять Зачем Всевышний Создал человека Так Чтобы у него был сон В конечном итоге Он ответил себе Что Именно Вильевский Гаон Что очевидно Во сне Человек способен Воспринять вещи Таким образом Каким он Не способен был Воспринять их наяву То есть человек Который изучает Какой-то вопрос Изучает его серьезно Углубленно В какой-то момент Натыкается на Стену Чувствует Тупик Ступор Дальше Дальше мысль его Не проходит И вот когда он Оказывается Вот перед такой стеной То во сне Когда мозг человека Продолжает работать Он способен Здесь додумать То, что не в состоянии Было Понять Наяву Иными словами Сон очевидно Во сне происходит Многие Процессы В области Мышления Которые Наяву Не могли бы Происходить Вернемся только К Рамхалю Сейчас Пишет Рамхаль Однако это не значит Что пророчество И сон Явление одного порядка Рамхаль сразу же Тоже здесь объяснит Чтобы мы Не впали в заблуждение В особенности Зная Изречения мудрецов Которые говорили Что сон Это одна шестидесятая Доля пророчества То есть Есть нечто Получается вроде бы Что природа Сна и пророчество Это та же самая природа Только пророчество Это много А сон Это немножко Чуть-чуть Искорка Нужно правильно Понимать Вовсе нет Хазаль Не собираются Говорить Что пророчество И сон Явление одного порядка Нет конечно Просто Высшая мудрость Посчитала сон Достойным средством Для передачи Пророчества Иными словами Канал Который Выстраивается Во время сна Человека Подходит Для внедрения В него пророчества И когда мудрецы Назвали сон Одной шестидесятой Частью пророчества Они имели Лишь ввиду Только одно Что человеку Во сне Передаются Сообщения Способом Который Отличен От обычной Работы Человеческого Сознания И этим самым Способом Пользуется Всевышнего Для пророчества Поясним Человек Познает Наяву Человек Обычно Познает Мир Активно То есть Он Наблюдает Явление Которое Вокруг Него Он Читает Книги Он Слушает Уроки Лекции Других Людей То есть Воспринимает Внешнюю информацию Затем Ее Перерабатывает Анализирует Ее И Третья стадия Делает из нее Выводы В том числе Выводит Новые идеи Которые Ему никто Не сказал Которых Он нигде Не прочитал И не слышал И на основе Этих Идет Вот это Поступенчатая Схема Познания Которое Нам всем Хорошо Известно А есть И другое Познание Познание Внедренное Во сне То что происходит Во сне Прежде всего Вот Те две Системы При помощи Которых Человек Познает мир А именно Органы чувств И Разум Не работают Сон Погружает Их В состояние В состояние Сна В нерабочее Стояние А что у нас Работает во время Сна Мы все хорошо знаем Воображение Отсюда все наши сны В момент Пробуждения Обрывки Снов Которые мы Видели Проникают И в наше сознание И в результате Мы Помним Хотя бы частично То что видели Во сне Правда Обычно Большая часть снов То что происходит Это Воображение Воспринимает Образы Из самой Нижней части Человеческой души То что называется Нефиш И в результате Этого То что человек Ел Перед сном Влияет Безусловно На его На содержание Его снов И то Как он спит Жарко ли ему Или холодно Во сне И то О чем Он боялся Думать На протяжении Всего дня Все это Вылезает Из подсознания И Картины Которые он Когда-то Видел И постарался Забыть Все это Вылезает Из подсознания Неограниченное Шлагбаумами Человеческого Сознания Вылезает И Воспринимается Воображение А уже Из воображения В момент Пробуждения К человеческому Разуму Бывает То что говорят Мудрецы Что во сне Одна шестидесятая Часть пророчества Бывает Что На экране Человеческого Воображения Высвечивается Не только Информация Которая идет Снизу От Нефиш От животной Души До информации Которая ведет Сверху От Высших Звеньев Человеческой Души Лешама И Руах Они В момент Сна Отрываются От человека Наши мудрецы Говорят еще Что Во сне Человек Пробует Немножко Он пробует Немножко Вкус смерти Смерть Отделения Души От тела Нечто Подобное Происходит И Во время Сна Когда Части Души Временно Отделяются От тела Что дает им Возможность Контактировать С духовными Мирами И иногда Им перепадают Какие-то Крупицы Информации Которые Так Человек Никоим Образом Никогда И не Воспринимал Они Высвечиваются В воображении Человека И иногда Часть того Что человек Воспринял Воображением Просачивается В дальнейшем В момент Пробуждения И в сознании Тоже Так Возможны И вещи И сны Тоже Когда Человек Вдруг Во сне Видит То Что Случится С ним Через Некоторое Время Хотя Случается Такое Очень редко Но все Так Случается Так Вот Канал Таким Образом Он Уже Выстроен И Этим Каналом Главное В нем Это Гашение Систем Активного Восприятия Которые Несовместимы С пророчеством Пророчество Это не то Что пророк Постигает Это то Что Всевышний Говорит Пророк То Что Всевышний Внедряет Ему Поэтому Органы Чувств И разум Должны Не работать Поэтому Необходим Здесь Сон А Воспринимать Будет Пророчество Воображение Продолжает Рамхаль Когда Пророческое Воздействие Нисходит На пророка Он теряет Чувства И погружается В нечто Подобное Сно То есть Одно из двух Либо он уже спит По своей инициативе Потому что Ночь пришла И во сне Ему приходит Пророчество Либо Если пророчество Приходит К нему Не во сне Тогда Сам Само Снисхождение Пророчества Приходит К тому Потому что Он Теряя Чувство Погружается В нечто Подобное Сно Его Сознание Уподобляется Сознанию Спящего И Видящего Сон Человек И тогда К нему Приходит Пророческое Видение Это Может Случиться И с пророком В момент Бодрствования Упомянутым Образом Когда он Бодрствовал И вдруг Он падает Подобно Тому Многие Люди Наблюдая В этот момент Пророка Могли бы Подумать Что С ним Просто Приступ Эпилепсии А может Быть Он Получит Пророчество В ночном Сне Лежит В постели Тогда Ему Не нужно Лишаться Чувств Падать И быть Похожим На Эпилептика Но В любом Случай Пророчество Не появится Пока Пророк Не лишится Чувств И не Погрузится В дремот То есть Само По себе Пророчество Всей Своей Мощью Выключает Систем Активного Познания Человека И органы Чувств И его Разум Возможно Однако Что это Случится На малый Промежуток Времени Затем Он Тут же Вернется К первоначальному Состоянию То есть Это может Длиться Всего Лишь Несколько Секунд Но В момент Пророчества Он Обязательно Теряет Чувства И Погрузится В дремоту На Какое То Время Пока Пророчество Не Будет Получено Это Первое Второе Этим Мы Объяснили То Что Всевышний Сказал Что Если Будет Следи Вас Пророк То Я Бог В Видении Открываюсь Ему Говорю С Ним Во сне Вот Говорю С Ним Во сне Мы Объяснили Почему А что Означает В видении Открываюсь Ему В видении Не Просто Говорю С Ним А В видении Открываюсь Ему Пророк Продолжает Рамхаль Воспринимает Не так Как Видит Человек Стоящего Перед Ним Когда Я Будучи Наяву Говорю С Человеком Я Воспринимаю Вот Он Стоит Передо Мною Он Непосредственно Воспринимает То Как Он Выглядит То Что Он Говорит А вот Здесь Это Не так Он Воспринимает Пророческое Видение Как Человек Который Видит Его Через Зеркало Да Еще И Не Одно А Как Через Целую Систему Многих Зеркал Когда То Что Вот Возникает Изображение Оно Воспринимается На зеркало Отражается От него На следующее Зеркало От следующего Зеркала На третьем И в конце Концов Человек Видит Последнее Изображение Он Не Видит То Или Того Кто Отражен Он Видит Только Отражение Мы Видимый Объект Несомненно Один И его Движения Видны Через Зеркала Хотя И Не Видит Его Прямо То Если Человек Который Стоит У Первого Зеркала Поднимет Руку Или Опустит Ее Себе На Голову То Это Безусловно Увидит Тот Кто Стоит У Последнего Зеркала И Он Поймет Что Человек Который Отражается В Зеркале Поднял Руку Или Опустил Руку Но Этого Человека Он Не Видел Он Знает Что Он Поднял Руку Более Этого Их Видение Подобно Смотрению В Неполированные Зеркала Не Только Что Это Целая Система Отражающих Зеркал Но И Зеркала Мутные Недостаточно Полированные В Котором Невозможно Ясно Разглядеть Объект То Изображение В Таком Зеркале Будет Только В Таких Зеркалах Так и им То есть Пророкам Невозможно Ясно Увидеть Славу Всевышнего Даже После Многих Отражений Изображения Хотя На самом деле Они Знают Что Они Видят Славу Всевышнего И Нет У них В Этого Никаких Сомнений Здесь Очень важно Не ошибиться Никто Из Пророков Не Видит Всевышнего Того Кто Нематериален Невозможно Увидеть Речь Идет Здесь Совершенно О Другом О В том Что Всевышний Генерирует Пророческое Видение В котором И Передается Пророку Какая-то Информация Путем Самого Видения И Это Видение Тоже Воспринимается Им Не Непосредственно А Воспринимается Им Как бы Через Систему Отражений Это Не Непосредственный Контакт Нельзя Назвать Пророчество Непосредственным Контактом Со Всевышним Это Опосредованный Контакт И Кроме Того Это Видение Достаточно Мутное И Неясное Так что Приходится Еще Его Интерпретировать Что Делает Уже Пророк Своими Силами И Пророки Отличаются Друг от Друга Ступень Отличается Вот Именно Степенью Мутности Этих Как бы Зеркал Понятно Речь Не идет Конкретно О зеркалах Как бы Зеркала Равдес Лерон Авми Илья Удастся На Потрясающее Объяснение Пример Его Невероятно Удачный Чем Более Возвышен Пророк То есть Чем Он Меньше Погружен В материальную Жизнь Чем Слабее Связь Его С материальной Его Природой Чем Он Больше Возносится На материальную Природой Тем Вот эти Как бы Зеркала Его Через Которые Он воспринимает Пророческие Видения Тем Они Более Тем Они Менее Мутные Тем Они Более Отполированные И Это Он Только Говорит Здесь Не о Зеркалах Он Точнее Говорит Здесь О Стеклах То есть Стекло Мутное Через Него Плохо Видно А если Стекло Уже Совсем Мутное То Что Человек Тогда Видит Своё Собственное Отражение Смотрит На Мутное Стекло Он Видит Самого Себя То есть Когда Когда Восприятие Пророка Когда Пророк Ещё Достаточно Сильно Связан Своей Материальной Жизнью То И Восприятие Его Восприятие Этого Пророческого Видения Достаточно Приниженное Он Видит Себя Одинами Словами Он Воспринимает Это Всё На Материальном Уровне Чем Больше Пророк Отрывается От Материальной Жизни Тем Отражения Эти Более Ясны Но Всё равно Как бы Они Не Были Ясны Они Всё Равно Остаются У всех Пророков Достаточно Мутными Кроме Муше К этому Мы Идём В этом Также Пророки Различаются И Подразделяются На уровне Так как У одного Зеркало Более Отполировано Чем У другого И Он Постигает Яснее Однако Пророк Точно Знает Что Раскрывается У И значит Что Мутность Вот Этого Изображения Она Может Прородить У пророка Сомнение А что Это Действительно Ли Сейчас Всевышний С ним Общается Или Ему Какой-то Внутренний Голос Что-то Говорит Или Ему Что-то Послышалось Нет В этом Сомнения Нет Пророк Постегает Точно Что Всевышний Говорит С ним Но Так как Открытие Славы Происходит Через Вот Эти Отражения Проявляется Каким-то Образом Личность Самого Пророка Все это Нельзя Как на стих Муши Не дай Но Пророчество Муши Было Совершенно Иным Во-первых Ему Совсем Не было Нужно Лишаться Чувств Или Погрузаться В сон То есть Когда Приходило К нему Пророчество Его Материальная Оболочка Не мешала Пророчеству Она была Настолько Прозрачная Что Не нужно Было Ее Отключать Не нужно Было Отключать Сознание И органы Чувств Тело Для мужей Было Подобно Футляру Для души Поэтому Оно Не мешало И Пророчество Могло Быть Прямо Наяву Пророчество Приходило К нему В его Обычном Состоянии И Об этом Сказано Лицом К лицу Я говорю С ним Лицом К лицу И Само Сообщение Раскрывалось Таким образом Как если бы Это было Только одно Зеркало То есть И Лицом К лицу Не следует Понимать Что здесь Был Непосредственный Контакт Нет Даже С мужей Все равно Контакт Опосредованный Это тоже Отражение Видения Но Всего лишь Через одно Зеркало Не больше И Само Это зеркало Было Отполировано До блеска Никакой Мутности И знания Поступали К нему В ясной Форме А не в загадках Ни притчи Ни аллегории Все совершенно ясно И этого Иначе Не могло быть Ведь через Муше Должна была Прийти Тора Тора С законами Закон должен Быть формулировано Абсолютно Четко Вот это Да Это Нет Это Можно Это Нельзя Это Обязано Это Нет Если бы Здесь Тоже Приходило К Тому Что он Мог Принять В виде Образа В зеркале Как бы Зеркале Ибо Без этого Невозможно Человеку Постичь Творца Но По крайней мере Этот образ Он постигал Полно И ясно Как тот Кто смотрит Вот полированное До блеска Зеркало Без всякой Помехи Тому Что он Видит И об этом Сказано И он Видит Образ Бога Снова И еще раз Еще раз Подчеркнем Что он Видел Он видел Образ Который Всевышний Генерировал Для того Чтобы Ему Показать Самого Всевышнего Невозможно Не увидеть Не представить И это Запрещено Делать Это Очень суровый Суровый Запрет А что Что он Сказано И он Видит Образ Бога Имеется Ввиду Видение Которое Всевышний Генерировал Для того Чтобы Показать Его Пророку Ибо Выведенный Там Образ Он Видел Очень Хорошо В отличие От других Пророков Которые Были Не в Состоянии Хорошо Воспринимать Это Изображение И Из Постигаемого Образа Муше Получал Великое Полное И ясное Разумение Превышающее Разумение Всех Других Пророков Что мы И упомянули Чем Удостоился Муше Такого Невероятного Пророчества А это же сказано А этот Человек Прямо Перед тем Как Тора Объясняет нам Что нельзя Сравнивать Остальных Пророков С Муше Так она Говорит А этот Человек Муше Был скромнейшим Из всех людей Что на земле Скромнейший Что значит Скромный человек Скромный человек Это тот Который Себя Ни во что Не ставит Это не значит Что он думает Что он Дурак Глупенький Не умеющий У Муше Не было Никаких Сомнений О том Кто он И что Тора Была Дана Через него Но его Личность Здесь Его Я То есть Это полное Отсутствие Эгоизма Он Целиком И полностью Как бы сказал Вынахну А мы Кто мы Таким Целиком И полностью Как он и назван Здесь Не таков Раб Мой Муше Во всем Моем доме Раб Мой Муше Во всем Моем доме Доверен Доверенный Раб Раб Это тот У которого Ничего Своего нет Все что У него есть У верного Раба Это только Его служение Господин Вот когда Человек Своё Я Свой эгоизм Полностью Полностью Изводит до нуля Вот тогда Через него Могла Придеть Когда его Личность Не могла Наложить Никакого Не только что Отпечатка Но даже Никакой Тени На то Пророчество Которое Придёт через него Это Вот действительно Уровень И это Ступень Муше Ступень Его пророчества Через Которого И только Через него Могла Прийти К нам Тор И разгневался Бог на них И удалился После того Как Всевышний Объяснил им Их ошибку Что Мужень Хотя Он пророк Он тоже Называется Пророком Как один Совершенно Другое Явление И он Был прав Ибо он Не может Позволить Себе Продолжает Супружескую Близость Разгневался На них На Гороны Мирьям И удалился И когда Облако Отступило От шатра То есть Это Внешний Признак Ухода Шхины То Мирьям Оказалась Покрытой Проказой Как снегом Вот пришло Наказание За Ларшон Ара Проказ Раши Говорит Когда Это Случилось Только Когда Облако Отступило Это Можно Подумить Царю Который Верел Воспитателю Путь Строг С моим Сыном То есть Накажи Его Как следует Но только Не наказывай Его Прежде Чем Я Уйду Я Сначала Уйду Чтобы Не смотреть На Это Наказание Я На Это Не Готов Вот Когда Я Уйду Тогда Можно Наказать Но Наказывать Строго И Арон Сказал Муши Мой Господин Не Сочти Нам За Тяжкий Грех То Что Мы Поступили Безрассудно И Согрешили Не Оставляй Ее Подобно Мертвецу Ибо Она Вышла Из Чрева Твоей Матери И Будто Половина Твоего Собственного Тела Ислела То есть Если Ты Не Исцелишь Если Ты Не Взмолишься За Нее Поскольку Она Твоя Сестра Это Все Равно Как Половина Твоего Собственного Тела Поэтому Если Она Больна Это Все Равно Что Половина Твоего Тела Больна И Возапил Муши К Богу Прошу Тебя Боже Умоляю Исцели Ее Очень Короткая Молитва В ней Все Сказано Прошу Тебя Боже Умоляю Исцели Ее И Сказал Бог Муши Если Ее Отец Плюнул Ей В лицо Не Скрывалась Либо Она От Позора Семь Дней Так Пусть Она Будет Выведена За Пределы Стана На Семь Дней Таков Закон Прокаженного Человека Он Должен Находиться Семь Дней За Пределами Стана Израиля А Затем Будет Принято Вновь И Мирьям Была Вне Стана Семь Дней И Народ Не Трогался В Путь Пока Мирьям Не Возвратилась Все Ее Ждали Говорят Наши Комментаторы Что Здесь Мы Видим Проявление Принципа Мерой За Мерой То Есть Так Как Когда-то Мирьям При Рождении Муши Принесла Корзинку С ним Со Своим Младшим Братом Поместила В тростник И Сидела И Задержалась Там И Ждала Там Не Уходила Для Того Чтобы Посмотреть Как Развернуться События И Сможет Лена Чем Нибудь Помочь И Действительно Оказалось Что Она Сидела Там То Что Она Сидела Там Очень Помогло И Подобно Тому Как Она Сидела И Ждала У тростника Точно Так же Ей Воздалось Весь Народ Не Двинулся С места И Только Народ Народ Не По Своей Инициативе Двигался С места Народ Двигался С места Только Тогда Когда Свыше Подавался Сигнал Сигнал При Помощи Облачного Столпа Облачный Столб Тоже Не Двигался Всевышний Ждал Весь Народ Ждал Пока Не Пройдут Семь Дней Ее Карантина И Она Не Сможет Вернуться В Стан И Только Тогда Все Двинулись А Затем Двинулся Народ Из Хацирот И Расположился Стан В Пустыне Паран Пустыня Паран Страшная Пустыня На Симайском Полуострове И события Которые Произойдут Там События Страшные И Драматические Но О них Мы Уже Будем Говорить С Божьей Помощью На Следующих Волках Продолжение следует